Сегодня выгружаться будем в Тарсхауне, столичный город Фарерских островов. Население около 20 тысяч человек. Разница с рунами, там большой пирс. Но и вдалеке город тоже большой. Первая достопримечательность – маяк. Поднявшись чуть повыше, мы видим тот самый маяк, который указывает морякам на направление домой. Смотрите, какие здесь пушки стоят старинные со времен войны. Какие-то пробоины в них. Будем смотреть, сколько на миллиметр было. Ну, кстати, вот никакого описания нету, так бы хотелось бы почитать, но ничего нету. Здесь она уже прогнила. Серёг, всё расскажешь, всё за пушкой. Это где-то Первая мировая война и пушка. Мировая? Да, огнём Первой мировой войны. Дальнобойная. Смотрите, какие-то символы ещё остались. Ну, дальнобойная однозначно, смотри, это как раз-таки вот она противокорабельная. Смотрите, сколько листов уже железа сгниданных. Да. А вот такая же ещё дальше стоит. Это прицельная часть восемнадцатого года изготовления, а сама пушка шестнадцатого года. Да, я говорил, Первой мировой войной. Вообще, я в полосу, уже зацепить. пойдем сходим до другой перепортировались к маяку все-таки потрясающий вид на бухту отсюда начинается город смотрите какой дом выглядит совершенно потрясающе эти крыши как фантастических фильмах фэнтези какой-то чем сами фарерцы любят использовать эти типы крыш современных постройках денег дать слушай ну тут прям пив-бар какой-то готовый покажи да ничего себе пока что она не гниет если вот и тот самый маяк трап для посетителей к сожалению закрыт пушки вообще какие-то королевские даже трудно сказать в каком году в них стреляли попробуем найти дату так а вот вижу год год 1750 серёга что это раритетич вот даже написано фридрикс а здесь вот съем вот запальная часть фитиль навернофиг он и и покажи глаз бивень и хобот главное уже смотри что и сколько им лет тоже видишь 1750 наверное каждый кто попадает в эту корню встречается с этим маяком и мы тоже не будем исключения дастер туристический порт видимо сюда все приходят туристические лайнеры вот один из них кстати стоит мерил какой-то трапа для посадки парковка наверняка здесь есть и аренда машин дальше видим у нас продуктовый или рыбный рынок не помню вот начинается город памятник современному искусству судя по всему форерцы любят такие памятники искусства потому что по городу их очень долго по задумывающего человека но это конечно все демор что мы будем двигаться дальше пойдем вдоль этой улицы из понятия центральная улица это или еще какая-нибудь но может быть что нибудь будет интересного смотрите какой растительный двор растет трава аниму отлично трунавика там таких мест мало было уже такой городок более обжитый пёсик не лай памятник 1874 года видимо какой-то королевский символ стоит самое главное посмотрите какой потрясающий вид на город открывается просто весь город на ладонь большой таких есть они всегда вон видишь крест красное здание а маленький белый крест и позову скорее всего можно братан того сурнавика зато красиво чистенько все выбрано интересные домики смотри как колонизация какая-то все же такой запах как в пробке такой 5 до пробки не говорим не душа наши чайки так судя по всему это какая-то центральная пешая улица король живет своей жизнью есть даже ощущение что время вокруг остановилась брусчатка ну и чириканье разнообразных птиц вокруг тоже нельзя не заметить но мы продолжаем двигаться дальше по незнакомой улице исследовать для себя что-то новое очередной памятник современного искусства я даже не знаю как его правильно назвать фонтан из силуэтов женских тел да определенно это какая-то туристическая улица здесь присутствуют магазины памятники лавка интересная для слона наверное судя по всему улица то не очень небольшая оказалось а вы все равно будем двигаться дальше ну да как я и говорил вот закусочные что лига красота еще один памятник современному искусству ответ какой продажи сувенирной продукции всякие ерунды какой-то скучно сидит одинокий человечек напротив бара двигаться дальше по напережной включать окрестности большое количество машин и такое же количество туристов на квадратный метр туристов очень много судя по всему это какая-то рыбная деревня но судя по всему еще к летнему сезону не готова да определенная какая-то какая-то рыбная деревня яхта старинная огромное количество яхты и катеров просто поражает но судя по всему фарерцы хорошие рыбаки атрибутика большого города в рунавике такого не было ничего подобного граб в бир судя по всему какой-то бар смотрите какой открывается потрясающий вид рыбная деревня недалеко если пройти от центра визит порой айланд ну и конечно потрясающе красивые дома со своими крышами кристально чистая вода и рыбок даже видно такой вот небольшой пирс для прибрежных катеров ну и и Продолжение следует...